Около 20 торгово-остановочных комплексов будут в ближайшее время реконструированы в региональной столице. Такое решение приняли городские власти, чтобы привести в надлежащее состояние палатки, размещенные на остановках общественного транспорта. На улицах Черкеска побывал наш корреспондент Артур Мхце, чтобы выяснить, чего хотят сами жители и гости Черкеска, пользующиеся услугами перевозчиков. Чего не хватает на наших остановках? Мусорки, лавочки, например. В некоторых местах их нет просто. В некоторых остановках даже нет мусорных баков, куда можно кидать мусор. И приходится либо с собой брать, либо некоторые выкидывать на улицу. И можно сделать даже скамейки побольше. Еще 5-7 лет назад подавляющее большинство остановок общественного транспорта в Черкесске куда больше напоминали доски рекламных объявлений, чем места для посадки и высадки пассажиров. Мусор, развивающийся на ветру бумажные лохмотья, отсутствие урн, лавочек, а кое-где и навесов создавалось ощущение то ли всеобщего безразличия, то ли невозможности изменить плачевную ситуацию. На территории города все остановки, которые переданы в пользование, исторически были переданы в пользование арендаторам на условии, что они возведут там свои торговые объекты и в виде комплексов будут их эксплуатировать, беря на себя обязательства по их санитарному содержанию, по обслуживанию этих объектов светом, лавочками, то есть всем надлежащим оборудованием, которое установлено по ГОСТам и вступает требования к остановкам общественного транспорта. В городе и его окрестностях 217 остановок. На 87 из них размещены магазины. Многие из палаток морально устарели. Крыши целого ряда конструкций выглядят пережившими атаки то ли вандалов, то ли стихийных бедствий. Постепенно городские власти все же нашли способ убедить собственников и арендаторов торгово-остановочных комплексов навести порядок в своем хозяйстве. Была проведена инвентаризация всех сооружений. Руководством мэрии принято решение о том, чтобы в первую очередь центральные улицы привести надлежащий вид. Разработана была концепция архитектурного стиля и облика для таких объектов. Естественно, люди пошли навстречу и выполнили соответствующие работы по видоизменению этих объектов. Первыми были приведены в надлежащее состояние торгово-остановочные комплексы поликлиника и комсомолец. Под такой крышей дождь не страшен. Еще бы оборудовать новые сооружения информационными табличками с расписанием движения транспорта, да продумать, как сделать лучший обзор дорожного движения. Цены изменениям не будет. Какими должны быть остановки общественного транспорта? Ну, чтобы тепло и уютно, во-первых, чтобы ждать автобуса. У нас автобусы не так часто, особенно «семерка» вообще хромает в последнее время. А так хочется, чтобы тепло было. Вы знаете, вот, допустим, вот этот магазин обзор закрывает, автобус не видно. На мой взгляд, главное, чтобы на остановках было расписание движения транспорта. И главное, чтобы транспорт ходил по графику. В ближайшее время будут преображены около 20 подобных комплексов по проспекту Ленина, улицам Октябрьской и Ставропольской. В дальнейшем новый облик приобретут и другие торгово-остановочные сооружения Черкесска. Артур Макцей, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.